Небывалое дело, впервые представительная делегация лидеров детского чтения из нашего города побывала на 7-м московском открытом международном книжном фестивале. Два дня пребывания в столице были насыщены до предела. Многочисленные встречи, дискуссии, обсуждения книг, экскурсии в лучшие детские библиотеки Москвы оставили неизгладимый след в сердцах сланцевских ребят. Чтобы поделиться своими эмоциями и впечатлениями, подростки собрались на пресс-конференцию в Сланцевской центральной библиотеке. Если мне не изменяет память, просто это действительно было давно уже. На прошлых солнечных встречах в Вырице проходило что-то типа конкурса, где соревновались мы на Сланце и ребята из Вырицы. Там было что-то вроде, кто лучше всего соберет информацию, интервью возьмет, да, и выложит это на ринг-буке. И в итоге победу прислали нам. Ну вот так вот мы, собственно говоря. Победитель получал право? Да, и победитель получал право на поездку в Москву на этот фестиваль. Хочется сказать большое спасибо администрации нашего города, потому что без, в частности, в лице Антима Михайловна здесь присутствует. Большое спасибо за поддержку, за то, что наши читатели имели такое грандиозное просто событие съездить в Москву на такой фестиваль, посмотреть. Пускай, конечно, мы не все увидели, пускай мы не могли все объять. Это невозможно, потому что это центральный дом художника на Крымском валу в Москве. Это очень большое здание, трехэтажное, и там одновременно происходило очень много событий. И рядом с нами мы, конечно, в основном были в шатре Артек, так называется. Это шатер издательства Компас Гид, нижнее издательство. И почему мы присутствовали на двух таких дискуссиях, на двух презентациях книг. Вот первая книга Марии Мартиросовой «Фотографии на памяти», вторая книга «Маленькая торговка с пичками из Кабула». Мария Буро, француженка, приехала. Почему она международная? Ну, не знаю, вот ребята еще не сказали. Мы имели возможность взять автограф у иллюстратора книжного Оливье Талик. Очень приятный молодой человек, очень общительный. И даже сказал нам по-русски спасибо. Когда мы брали у него автограф. Конечно, основная задача наша была позиционировать наш город, вообще в большом городе, в Москве, чтобы о нас узнали, заявить. Причем не только о наших читателях, вообще о работе нашей библиотеки. И у нас была такая возможность, мы с Евгением Станиславовым выступали перед библиотекарями Москвы и Московской области, как раз в библиотеке имени Гайдара. И у нас была возможность показать наш сайт, рассказать о нашей работе, что у нас происходит, какие у нас события. И я могу сказать с полной уверенностью, что подходили к нам и говорили, и общались, и говорили спасибо за нашу работу, за то, что мы очень хорошо работаем с молодежью, с подростками, с детьми. И хотели бы иметь с нами контакты, завязать и общаться. Я думаю, что это общение будет плодотворным. Конечно, показать библиотеку молодежную, это тоже было одной из наших тайных задач с Евгением Станиславовым. Нам удалось, спасибо Евгении Станиславовне, что она предложила это. Несмотря на всю усталость, несмотря на мокрый проливной дождь, Москва нас встретила не очень приветливо. Мы справились со всем, и очень ребята хорошо себя проявили именно на самом фестивале. Хочу сказать всем большое спасибо еще раз. Действительно, эти два дня отработали. Молодцы. Да, спасибо. Я вот хочу дополнить, что когда мы вот в этот серый день приехали в этот шатер в наш, где мы работали, девчонки и мальчишки переоделись в футболки наши яркие оранжевые, флажки. И мы были таким ярким островом, и подходили и спрашивали, а что такое сланцы. Наши волонтеры всем говорили, что это город, что мы из библиотеки, что волонтеры. И на самом деле это вызывало восторг у москвичей, что из такого провинциального маленького городка смогли выбраться, проделать такой дальний путь и приехать на фестиваль. И вообще, наверное, с самого начала это было такое маленькое приключение для ребят, к которому они отнеслись очень так восторженно. И вот эти горящие глаза на вокзале, когда мы отъезжали. И вот ожидание чего-то такого незабываемого, чего ребята еще не видели. И, конечно, это было видно. И я думаю, что они получили вот эту бурю эмоций. Получили? Которую привезли. Да, привезли, конечно. Спасибо. К молодежной библиотеке мы думали, мы там потеряемся. Нам было вообще просто все, что там было, нас так вдохновило, что мы приехали сюда. Вот, допустим, я, не буду отвечать за всех, но мне вот хотелось даже что-то помогать, какими-то мыслями, что-то там, какое-то прям вдохновение, вот прям вот было. И вот помимо самого мероприятия, вот что приходило там в художнике, вот мне еще понравились очень сильные библиотеки. Вот, скажу лично мои задачи. Мне очень хотелось, ну, во-первых, может быть, купить какую-то книгу с фестиваля, чтобы и как память, и просто, во-вторых, обязательно взять автограф у писательницы. Ну, и третьей задачей было запечатлеть это все в электронном виде, чтобы была как память, все, буквально каждое событие запечатлеть на камеру. Очень хотелось вот этого, вот действительно, как Маша сказала, духовного развития, общения. Хотелось как-то себя пополнять, ведь мы же как сосуд, нам нужно постоянно общение с новыми людьми. И действительно, вот это было очень важно, хотелось этого. Ну, что, в принципе, мы и получили. Спасибо.